Позвольте вас приветствовать, друзья. Сегодня очередной четверг, 1 февраля 2024 года. У меня где-то около 8 утра по Далласу. Очень много тем для обсуждения сегодня. Но я хотел бы начать с того, что четверг, день недели, определен для моих передач. Не потому, что это, скажем, день поминовения усопших в Азербайджане. Там это называется Джумах Шамы. Но это не столько религиозно, сколько календарные поминовения. Потому что следом за четвергом, как вы знаете, следует пятница, которая называется в восточных странах Джума. А это означает выходной день. Но я веду передачу по четвергам не по этому поводу, хотя сегодня я бы хотел именно с этого и начать. Вспоминовения великого усопшего. Меммед Амина Рассул Зада. Ему бы сегодня исполнилось 140 юбилей. В Азербайджане это отмечают. Насколько пышно, я бы не сказал. Об этом поговорим чуть позже. Но что бы я бы сказал об этой личности. Вы знаете, сегодня принято в Азербайджане его считать как основателем первого демократического государства в Азербайджане. И это совершенно справедливо. Но я считаю его основателем государства азербайджанского, а потом уже основателем демократического Азербайджана. Дело в том, что, насколько я знаю историю, пусть меня поправят историки, до провозглашения независимого азербайджанского государства Меммед Амином Рассул Зада и его соратниками, он был не один, не существовало азербайджанского государства как такового. Были ханства. Батинское, Шаматинское, Ереванское, Нахачеванское. То есть были ханства. И каждый хан считал себя фруктом. То есть пупом земли. И ни в коем случае никому из них не приходило в голову объединиться в одно единое государство. К сожалению. Многие могут подумать о том, что существовало государство Армения, и существовало государство Грузии. Это ошибочное мнение, потому что нельзя вести речь о библейских временах. Да, в библейские времена и позже существовали в какой-то период истории небольшой отрезок времени армянское государство и грузинское государство, царство. Но они исчезли. Исчезли как государственное образование. Канули в историю. А вот в современной истории ни государство Армения, ни государство Азербайджана, ни государство Грузии на этой территории, да и вообще в глобусе не было. И вот заслуга Мэммед Амина заключается в том, что он провозгласил впервые образование государственности азербайджанской. Вот его главная заслуга. Безусловно, второй заслугой является то, что в те далекие времена, в 1918 году, он сумел еще и провозгласить, ко всему прочему, демократические ценности государственным управлением. Это моя оценка истории, частная, частная, подчеркиваю, пусть никого не колеблет. У нас у каждого есть частное мнение. И это право заслужено не в войне, не в драке, не в спорах, нет. Это право заслужено рождением. Всевышний каждому предоставил возможность мыслить самостоятельно. Теперь давайте перейдем к ситуации, которая складывается в Соединенных Штатах. Как обычно, мы этим и начинаем передачу. Что интересного происходит? Больших событий сенсационных пока нет. Они впереди, в ближайшем будущем. Но что бы могло заинтересовать вас, как моих слушателей и зрителей, мне кажется, это что показывают опросы населения. Дело в том, что американская общественность привыкла к тому, чтобы еженедельно проводили опросы. Не только по вопросам президентских выборов, а вообще по авторитету, репутации тех или иных политических деятелей и так далее. Ну а в наш период, в сегодняшний период, конечно же, всех интересует, каково мнение американцев по поводу Джозефа Байдена, Дональда Трампа, Ники Хейли и так далее. А результаты таковы, что Байден вновь вышел вперед в опросах американцев. И речь идет не только о демократах и республиканцах, а вообще о американцах. Если бы завтра состоялись выборы, то Джозеф Байден получил бы поддержку 53% американцев, а Дональд Трамп 44%. Это хорошие цифры для Джозефа Байдена и плохие цифры для Дональда Трампа. Более того, я бы сказал, что если бы завтра состоялись праймерис республиканской партии, главный праймерис, окончательный, СИЭС, я бы сказал так, Конвеншин, который намечается в июле в Милуоке, но если бы он состоялся завтра, то Ники Хейли набрала бы 47% голосов республиканцев на съезде, а Дональд Трамп ниже 40%. Вот таковы благополучные опросы. То есть настроения американцев, как вы знаете, меняются в зависимости от ситуации в стране, от ситуации в мире, а не от призывов политиков или идеологии тех или иных государственных органов. Вот в чем дело. И давайте потихонечку перейдем к ситуации, которая складывается на российско-украинской войне. Вы знаете, с самого начала я бы сказал так, что чем бы и когда бы не закончилась война, начатая Россией против Украины, эта война войдет как позорная страница в историю России. Как бы ни пытался Владимир Путин благородно объяснить причину начала войны, но, на мой взгляд, многие поколения россиян на многие сотни лет вперед будут стесняться вспоминать и говорить об этой позорной странице России, когда Путин начал необъявленную войну против Украины. Ну а что касается итогов, то я почти уверен, не сомневаюсь в том, что поражение России не будет назначено на определенный срок в будущем. Поражение России заложено в дате 22 февраля 2022 года. В тот день, когда Путин начал войну против Украины, он практически объявил о поражении российской государственности. Это мое мнение. Время покажет, насколько я был прав. Теперь о ситуации, которая очень сегодня сильно муссируется по вопросу взаимоотношений между президентом Украины Зеленским и главнокомандующим, который отвечает за все боевые действия на фронте, Залужиным, Валерием Залужиным. Много пишут об этом, много сплетен, но вы знаете, когда много пишут, значит есть о чем писать. То есть в каждой шутке есть доля шутки, остальное правда. Так вот, исходя из этого, я предполагаю, и об этом говорят публикации в солидных зарубежных американских изданиях. О том, что действительно такие разногласия между Зеленским и Залужиным есть. Предлагал ли он ему отставку? Не предлагал. Это покажет время, это покажет история, и это раскроется. Это скрывать долго не удастся ни Зеленскому, ни Залужному, ни Украинскому истеблишменту. Но тут дело в чем? Тут дело кроется в том, что якобы, по сведениям американской прессы, Зеленский объяснял своему командующему генералу, что общество начинает уставать от войны, и требуется смена декорации. И эта смена декораций, вполне возможно, поможет тому, чтобы украинское общество, сжав кулаки, выдержал бы еще неопределенное время, на которое рассчитывает Россия, учитывая ситуацию в Америке с выделением пакета помощи. Кстати, пакет помощи от Европы очень успешно достигнут, согласие я имею в виду по пакету помощи, в 50 миллиардов. Все 27 государств согласны с тем, что эту помощь надо оказать Украине, в том числе и руководству Венгрии. Об этом я не хочу подробно говорить, это слишком локальная тема для вашего ценного времени. Так вот, перейдем к ситуации Зеленского и Залужного взаимоотношения. Вторым разногласием между президентом и Залужным является, по сведениям американской прессы, то, что Зеленский не считает возможным объявить мобилизацию в 500 тысяч по желанию командующего Залужного, по простой причине, что Украина не обладает необходимым обмундированием даже, не говоря уже о прочих, скажем, даже стрелковых видах оружия. Так вот, подводя итог этим очевидным, а может быть не столь очевидным разногласиям, существующим или раздутым разногласиям, я бы сказал вот что. Вы знаете, сегодня Зеленский вошел в историю, уже вошел в историю, как человек, который, в отличие от большинства глав бывших союзных республик, сумел встать во весь свой небольшой рост и заявить Путину то, чего боятся ему сказать лицо даже главы западных стран. Он ведет войну против великой державы. Ну, великая, невеликая, во всяком случае, они сами себя так именуют. А это лично в моих глазах делает великим именно Зеленского, а не Россию. Смена командующего – это нормальное явление в условиях войны. Смена президента – это политическая катастрофа. Вот таково мое мнение. Я не знаю, как вы к этому относитесь, пишите в комментариях. Но не ищите мои замечания в комментариях, потому что YouTube лишил меня аккаунта. А это значит, что я не только не могу создавать свои каналы, видеоканалы, но и не могу даже участвовать в полемике на страницах каналов YouTube. Поэтому я постараюсь... Но я считаю внимательно, так что я постараюсь отвечать на ваши вопросы в следующих выпусках. Ну и, наконец, давайте перейдем к ситуации, которая складывается в Азербайджане. Это очень важный момент, потому что, как вы все хорошо знаете, Азербайджанская парламентская делегация в Европейском парламентском совете, парламентской ассамблеи полностью кастрирована, лишена не только голоса, но и после того, как они обратились с Демаршем, она, в общем-то, и, по-моему, уже отсутствует в рядах парламентской ассамблеи. Более того, ни президент, ни его действующие актеры на сцене не собираются делать выводов из той жесточайшей критики в отношении Азербайджана, которая прозвучала на полях Европы. Они наоборот. Они поставили условие перед Европейским советом, что, ежели вдруг парламентская ассамблея не восстановит в правах азербайджанскую делегацию, то Азербайджан полностью выйдет из состава Совета Европы. Это говорит лично мне лишь об одном – о том, что в Азербайджане нет головы. Есть пустые мозги президента, который совершенно случайно попал на трон по царскому велению отца, ну и при поддержке его соратников, я имею в виду отцовских соратников. Дело в том, что этот человек не имел опыта государственного управления до того, как посадили его на трон, не имел собственного государственного мышления. Его философия подростка, он до сих пор остался на уровне, по своему развитию, на уровне подростка. Его философия основывалась на тех познаниях, которые ему давали в аппарате президента администрации, старого президента, бывшего президента, его отца. Он учился руководить государством, хотя вся его биография говорит о том, что он очень плохой ученик, то есть он даже учиться не в состоянии. Вот это, плюс ко всему, его врожденная болезнь, которая определяется врачами как биполар, я не знаю как по-русски, биополяризм или что-то в этом роде. Биополярность, наверное. Это очень серьезная болезнь мозга и центральной нервной системы, насколько я понимаю. И она практически неизлечима на сегодняшний день. Ну а он болеет этим с момента рождения. Его даже подросткам возили в условиях советской власти, когда выезды за рубеж не позволялись. Но позволили тогдашнему, по-моему, тогда он уже был заместителем председателя Комитета государственной безопасности, я имею в виду Гейдара Алиева, так вот позволили ему, его супруги, вывести на лечение нынешнего президента, их сына Илхама, в болгарскую клинику. Но визит закончился безуспешно, потому что не то, что болгары, даже во всей Западной Европе, в том числе в Соединенных Штатах Америки, до сих пор эта болезнь не поддается лечению. Нет формулы лечения этого, ни терапевтического, ни хирургического, ни прочего. Я был знаком с одним человеком в Соединенных Штатах, у которого, к сожалению, был этот байпалаж, будем говорить по-английски, потому что это больше ложится на язык. Так вот, у этого человека, он скончался недавно, где-то лет, года три тому назад он скончался. Что в нем было интересного? То есть, в чем проявлялся его байпалаж, состояние байпалаж? Он совершенно неожиданно, без всяких таких причин, серьезных причин, вдруг мог разразиться хохотом и буквально минут через 10 или полчаса стать разгневанным человеком, опять же, без особой причины. Вот это состояние противоположных полей, полюсов, правильнее было сказать, это и определяет главный симптом этой болезни. Там много других симптомов, но это главный симптом. Так вот, такому человеку доверять власть, да, безусловно, эти люди имеют полное право работать на тех или иных должностях, на тех участках, с которыми они могут справиться, и на которых они не смогут принести ущерб окружающим, обществу и так далее. И вот одним из таких должностей, главным, главной должностью такой, является президент страны, глава государства. Как вы думаете, можно ли было отцу генералу Комитета Государственной Безопасности, члена Политбюро, которого до сих пор в Азербайджане достаточно большая часть общества считает чуть ли не гениальным, допустимо ли с точки зрения морали и этики, зная о такой болезни сына, непременно посадить его преемником на трон? Я думаю, что это государственное преступление. Если вы не считаете это так, то, пожалуйста, подскажите мне в своих комментариях, может быть, я и смогу согласиться с вашими аргументами. Ну вот то, что мы имеем сегодня в Азербайджане. Сказать, что общество азербайджанское сегодня готово выйти на улицы и свергнуть этого больного монарха, я бы не стал утверждать. Скорее всего, в обществе до сих пор существует некий менталитет, проявление жалости к нему, в том числе и за болезни, и проявление уважения, что он занимает этот пост, как бы он не пришел к власти, он достиг своей цели. А это уже говорит о том, что, по мнению многих азербайджанцев, а это заслуживает уважения. Каков расклад в азербайджанскому обществе сегодня? Вы знаете, повторять то, что вы слышите у других блогеров в отношении сегодняшней ситуации, спора между Илхамом Алиевым и Европейским Советом, я не буду вдаваться в детали, потому что это будет повтор того, что вы уже слышали. Если вас интересует, что я думаю по поводу ближайшего будущего, то, безусловно, отвечу с удовольствием. На мой взгляд, Азербайджан шаг за шагом идет к собственной изоляции во главе с президентом Илхамом Алиевым. Изоляции коснутся, конечно же, прежде всего его самого, его окружающих, в том числе членов семьи. Но разговор идет о том, что эти санкции в отношении личностей, они, в общем-то, не имеют того большого значения или резонанса, даже для них самих. Почему? Потому что они-то знают о том, что их ожидает. И поэтому уже давно готовятся транзакциям своего, американцы это называют assets, своего состояния, сворованного состояния, наворованного. Они стараются переметнуть его в те, я бы сказал, банки, что ли, или банковские институты, которые могут быть не совсем доступны для американской финансовой разведки. А это означает, что все финансовые операции и потоки финансовые будут проходить в узком кругу между олигархами и финансовая разведка Соединенных Штатов будут иметь очень ограниченный доступ к этим финансовым потокам. Ну, а тем более к возможности их заморозить. То, что они успели или успеют заморозить, не очень-то огорчит ни Илхам Алиева, ни членов его семьи, ни окружающих олигархов. Потому что, представьте себе, что разговор, допустим, идет о 50 миллиардах, условно говоря, миллиардах долларов. Из них, допустим, западные страны, западная коалиция сумела заморозить 20 миллиардов. Остальные 30 остались. Поэтому, и, собственно говоря, Илхам Алиев как поступит? Он поступит точно так же, как любой другой азербайджанец. которым повезет стать президентом страны. Он начнет грабить по новой, чтобы компенсировать замороженное. То есть, философия многих азербайджанцев о том, что эти уже насытились, другие придут, начнут грабить нас по новой, не совсем уместная философия, потому что эти не насытились. Чем больше будут у них отнимать, тем больше они будут стремиться компенсировать отнятое, отнятое или отнятое. не знаю. Так вот, теперь перейдем к тому, что, как отразится это на азербайджанском обществе, эти санкции. Безусловно, эти санкции могут отразиться. Ну, зачем далеко ходить за примером, когда перед вами ситуация с Россией. Наглядный пример. Вот что происходит со странами, которые подвергаются санкциям западных стран. Россия может сто лет думать о том, как наказать Запад аналогичным способом, но он никак не найдет такого, я имею ввиду, Москва, не найдет такого способа, потому что экономика западных стран самодостаточная, экономика России, Азербайджана и прочих так называемых независимых государств постсоветского пространства, она зависит от западных финансовых потоков. Пора уже это знать. Теперь Азербайджан, конечно же, ожидает высокая инфляция, Азербайджан ожидает абсолютно дикие цены на продукты первой необходимости и не только продукты питания. Азербайджан ожидает серьезная полномасштабная катастрофа с безработицей. Она и сегодня в общем-то в плачевном состоянии, насколько мне известно, около трех, а может быть даже чуть больше миллионов людей в Азербайджане не имеют постоянной работы, постоянных доходов. Так вот, ситуация ухудшится. И это произойдет не где-то за горами. Нет, это произойдет ближе к весне и к лету. Потому что, судя по тому, как ведет себя Илхамалиев, то западным странам, прежде всего, европейским институтам, ну и государственному департаменту Соединенных Штатов, не останется ничего, как закручивать потихонечку, как американцы говорят, степ-бай-степ, гайки. И это будет отражаться на колхозных рынках, на карманах потребителей, на их сбережениях, на их возможностях прокормить семей.